Очень важно, очень особо не дочь люди Божьи, царство, царство, люди, люди царства Божьего. По-любому. Очень важные люди, царство Божье, очень важные сыновья и дочери самого высокого, высочайшего царя. Спасибо, что вы уделяете время и инвестируете в свою душу вечер за вечером. И после работы приходите сюда, открываете свой дух. Я думаю, в результате придет свобода. И мы будем продолжать здесь. Будем два часа учить, учиться, а затем попросим Дух Святой, чтобы Он пришел в последний час и служил своим присутствием. Исцелением, восстановлением, восстановлением и освобождением. Кто из вас слышал о Нарнии? Знаете, Нарния? Вы входите в завесу, входите в другое царство. Поэтому мы вошли в Нарнию, в Откровение Нарнии. Затем мы остановились, возвратились обратно, пришли домой. Теперь нам снова через шкаф надо пройти. Снова нужно войти в Нарнию, и увидеть Откровение. Поэтому мы снова возвращаемся в шкаф, снова в мир Нарнии, в Откровение, в Божье присутствие. И находим это место. Немножко мы обзор сделаем. Помните, как три способа, как поклонялись лже-богам. И помните искушение, искушение моего поколения, старшего поколения. О, это молодежь вся, и так много сексуальности, и везде открытые пупки. Такого никогда раньше не было. И мы останавливаемся. И Господь говорит нам, говорит, что всегда так было. Всегда были лже-боги, которые соревновались и соревновались со Христом, чтобы занять Его место. Всегда соревновались за то, чтобы занять верховное положение, верховенство. И всегда этому духу поклонялись сексуальности. Это не новое что-то. И Божий народ всегда сталкивался с этим сильным демоническим духом с этой твердыней. И видим, что в Ветхом Зете поклонялись Ваалу и Астарте, поклонялись тремя способами. Сексуальная аморальность, храмовая проституция, детские жертвоприношения. Три способа, как поклонялись этим богам. И в Новом Зете мы видим Диане, Артемиде. Тот же самый дух действует. Поклоняются таким же образом. И затем я предлагаю вам и говорю сегодня, говорю, что тот же дух, тот же дух, которому поклоняются таким же образом, и он жив сегодня, и у него различные имена, может быть, у него вообще имени нету, но тот же дух, тем не менее, поклоняются ему так же само, сексуальной аморальностью. Затем вторая сфера, храмовая проституция. И мы говорим, что это культурное приглашение и ожидание сексуального опыта. Где в храме, в определенном месте, проститутки, это культурное приглашение и культурное ожидание, что каждый будет вовлечен в сексуальный опыт, и что сыновья и дочери этого поколения станут проститутками, станут агентами, посланниками, и сами будут приглашать других к такому виду поклонения. И мы видели третью сферу, это детские жертвоприношения, это клиники абортов, больницы, где делают аборты, где приносят жертву жизнь детей. Также мы видели, что атмосфера, помните, что кровь попадает в землю, и как только кровь попадает в землю, то атмосфера над каким-то географическим расположением меняется, и духовная способность видеть, способная видеть своим духом, у них было духовное понимание, духовное осознание изменилось полностью, потому что кровь попала на землю, было проклятие, проклятие, дух проклятия высвобождается, и часть этого проклятия не видна очень ясно. Поэтому мы не понимаем самые важные вещи в жизни, то, что самое важное для Бога. И если мы не понимаем этого, мы не живем в соответствии с Божьими стандартами, то наши жизни будут подвигаться разрушению. И так же общество будет разрушаться. Мы не понимаем, кто такой настоящий мужчина, его настоящая роль, как Бог создал его. И если мы не понимаем функцию женщины, роль женщины, и как Бог ее создал, какие ее функции, если у нас нет откровения о браке, почему Бог создал его, как вообще должен быть брак. И так же мы видим, что разрушение этих вещей это проклятие. Это проклятие, это суд Бога. И когда суд Бога приходит на народ, если все это разрушено, семьи разрушены, браки разрушены, и этот цикл продолжается из поколения в поколение, и если семьи разрушены, если в семьях нету отцов, и если отцов нету в семьях, которые бы подготовили молодых парней, юношей, как относиться к девушкам, если нету отцов, которые бы могли заполнить сердца их дочерей поддержкой, любовью, то этот цикл будет повторяться поколение за поколением. И приходит Дух Божий, и Он начинает устанавливать свои принципы, откровения, как должно это все действовать. Настоящий мужчина, его настоящая личность, настоящая функция женщины, брака, и мы понимаем силу чистоты и священство чистоты, и весь дар сексуальности, и мы понимаем функции и образец Божьей семьи, мы понимаем символизм невесты, чистоту невесты, мы понимаем благословение детьми и также, как они священные, то Бог дает новое обновление, и это является частью Духа Пробуждения. Помните, когда мы говорили о чудесах от сверхъестественного, и мы хотим иметь брак сверхъестественным присутствием Бога, золотая пыль, золотые зубы, падение людей. Лучше научить сыновей, как относиться к женщинам с уважением. Мы не хотим, чтобы молодые люди видели ангелов, и в то же время девушки не понимают святости, своей чистоты. Мы не хотим, чтобы молодые люди испытывали силу Божию, затем несоответственным образом относились к девушкам. Мы хотим, как сверхъестественное присутствие Божье, и также практичную жизнь в соответствии с Божьими стандартами и характером. Поэтому это на самом деле олицетворяет Христа. Мы говорили о лже-богах, как мы поклонялись тремя способами, и сейчас происходит то же самое. Я хочу упомянуть о трех состояниях культуры, и в культуре существует три элемента, благодаря которым происходит поклонение, продолжение поклонения этому духу. Когда вы видите этот дух сексуальности, что он преобладает в культуре, как лже-бог, будь это преднамеренно или нет, но вы начинаете видеть это, вы всегда будете видеть три элемента в культуре. Я хочу поговорить об этом пару минут. Первое, что есть избавиться от детей, избавление от детей, или аборт, избавление от детей. Это три элемента. Культура, которая поклоняется Богу секса, и нужно каким-то образом избавиться от последствий сексуальности за пределами Божьего Завета брака. Это вы понимаете. И вы понимаете, когда начинается ребенок, то в своем существе сам ребенок говорит отцу и матери не своими словами, но он говорит вот что. «Где моя семья? Где моя мама? Где мой отец?» И поэтому это подразумевает ответственность за мужчиной. «Посвятишь ли ты, сделаешь ли ты посвящение моей матери? Это начало моей семьи. Что ты сделаешь?» Этот голос в каждой культуре, этот голос нужно утихомирить и вообще, чтобы он замолк. И культура так многими словами коллективно должна сказать этому человеческому существу «Заткнись! А ну, молчи! Ничего не говори! Смадр! 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 Должны убить его!» И ребенок хочет сказать просто своим существованием, которое находится в чреве матери, которое начинает расти. «Где моя семья? Где мой отец? Где моя мать?» И общество должно создать некоторые законы. Общество должно дать разрешение на пролитие невинной крови благодаря рационализму. «О, это трудная проблема!» «О, мы должны...» И общество избирает человеческий закон, логические законы человека и не выбирают Божий закон. И вы видите, как каждое общество это изощренная Западная Европа, изощренная Америка. Это изощренная страна, та изощренная страна и выбирают это. Мы нарушим закон Бога для того, чтобы решить проблемы человека. Это мудрый путь. Мы будем мудрыми, мы будем изощренной страной. И мы нарушим закон Бога чтобы решить проблемы человека. Вот что значит аборт. В 1973 году мы решили в Америке в нашем Верховном Суде это хорошая идея. Это решение нашей проблемы. Мы нарушим закон Бога. Мы больше не будем защищать самого невинного, самого уязвимого гражданина нашей страны. И мы скажем, как страна, что самое опасное место для любого человека это находиться в утробе матери. и теперь бывшим в Советском Союзе, в России, в Украине, на каждые три беременности два аборта. 66% шансов смерти. только один из трех шансов выжить. Самое опасное место во всей Украине это быть маленьким ребенком в утробе матери. самое опасное место, когда Бог мечтал, что самое замечательное, самое безопасное место на земле для маленького нового человека будет семья с началом семьи. И если молодежь, или если более старшие молодые люди поймут откровение Божьего дара о сексуальности и они будут оставаться в пределах Божьих границ Его границ любви вокруг дара сексуальности, то не будет никакой необходимости в абортах. Кто из вас слышал о матери Терезе? Ее пригласила одна албанская монашка в Америку в 1994 году присутствовать на одном молитвенном завтраке, где присутствовали все лидеры страны и они были настолько рады, что приезжает мама Тереза и что она будет говорить о бедных людях и что она будет говорить о служении бедным людям. Очень политически правильная тема и все примут ее. и она даст очень красиво, будут говорить о бедных и мы все похлопаем и никто не будет смущаться. Она приходит, она говорит о абортах. И каждый. И она говорит, в любом народе, который позволяет аборт, не любит свой народ любить, но чтобы совершать насилие и получать то, что они хотят. И снова я скажу, это одна из ее цитат. Любой народ, любой народ, который позволяет абортам происходить, не учит свой народ любить, но учит совершать насилие, чтобы заполучить то, что они хотят. Это одна из ее цитат. И люди были шокированы. Мама Тереза, пожалуйста, не говори об этих неудобных вещах. Может быть, о чем-то более приемлемом поговорим? Ты же такая известная, знаменитая тем, что ты служишь бедным людям. Мы же изощренные люди. И у нас весь этот рационализм. И мы создали целую сеть рационализма, чтобы найти извинение этому преступлению. Пожалуйста, не надо нам говорить эту истину. Пожалуйста, дай нам роскошь жить в нашем отвержении. И она говорит, самый великий разрушитель мира в мире это не ядерная война, но аборт. Если у нас есть понимание, откровение, она была албанкой, которая служила в Индии и религиозной системой, в Индии. Она работала в религиозной системе индуизма, который систематично обесценивал целые категории людей. и она понимала, что такое значит дух смерти. И она это видела в абортах. Она видит, что происходит, когда ты обесцениваешь человека, когда ты берешь одну группу людей, берешь одну группу людей и отбираешь у них право жить по какой-то причине, и ты подбираешь риску. Подбираешь риску права жить любой класс людей. Когда вы отбираете право жить у одного класса людей, то по определению вы забираете право на жизнь у всех людей. Каждый тогда подвергается риску. Только по определению. Поэтому Бог дает жизнь. Он говорит, я даю жизнь, я забираю жизнь, и никто не другой. И Он сказал, что Он только один. И поэтому она говорила, самый великий разрушитель мира, это не ядерная война, но аборт. И она говорит, если мать забирает жизнь своего ребенка, из-за демонии, панического давления, из-за лжи, из-за давления, из-за всех этих различных причин, если она принимает такое решение сделать это, то как же можем сказать двум незнакомцам, которые никакого отношения не имеют друг к другу, не убивают друг друга? Это невозможно. Как я могу сказать тебе не убивать меня, или сказать мне, чтобы я тебя не убивал. Мы мечтаем, это безнадежно. Если самое первоначальное взаимоотношение, самое священное взаимоотношение матери со своим ребенком, и они говорят об охотниках, охотниках в лесах, если увидите медведицу, медведицу, и увидите маленьких медвежат, то лучше убегайте оттуда, потому что медведица будет рисковать жизнью, чтобы защитить медвежат. поэм Некрасово о женщине. Что она делает? Останавливает бегущую лошадь, она входит в горящую избу, это образ женщины. Я думаю, что она рискует свою жизнь и родить детей, она полагает свою жизнь. это образ сердца матери, это демонический дух смерти хочет разрушить сердце матери в народах земли через аборт. Это один из элементов, который существует в культуре. Второй элемент то, что вы должны изменить сердце женщины. Дочь должна пожертвовать своими мечтами ради безопасности, ради безопасности. дочь должна пожертвовать своими мечтами в безопасности, в постоянстве и в посвящении. И притвориться, что она может сексуально иметь взаимоотношения с одним мужчиной, с одним мужчиной, затем следующим, и затем следующим, без каких-либо последствий и повреждений ее сердца. поэтому культура начинает нацеливаться мишень, мишень становится сердце дочери самых ранних дней, когда она становится молодой девушкой, даже прежде, чем она стала молодой девушкой, даже когда она еще маленькая девочка, существует послание, что силы тьмы начинают ставить мишень на сердце дочери, чтобы отметить на них образ и такую личность, в процессе которого дочь будет сфокусироваться на своей сексуальности и сексуальность станет ее первостепенным личностью и образом. Это схема, это план, который родился в аду. Если дочь поверит этой лжи, если она даст свое сердце этому посланию, если она примет эту ложь, если она жить в соответствии с этим посланием, то каждая мечта, которая у нее была когда-то, будет уничтожена. День за днем она будет видеть, как ее мечты будут украдены. один лепесток за раз. И этот красивый цветок на самом деле будет изнасилована культурой. и она сама становится участником саморазрушений. Она сама принимает участие в разрушении себя. и мы видим, как это происходит в каждом месте, везде, в нашей культуре, поскольку эти послания очень сильны. Я могу перечислить все эти места, посмотрите на рекламу, Томми Хилфигер. Томми Хилфигер. Хилфигер. Вы видите один молодой парень, молодая девушка, он ее целует. Она дает себя ему в его объятия. И мы продаем одежду благодаря сексуальности. Ну, теперь мы уже к этому привыкли. Ничего страшного. Также телевидение, медиа ресурсы, интернет, сотни тысячи порнографических сайтов в интернете, в России, в Украине, в Америке, везде. Также мода на улицах делает особое ударение на соблазнение, на сексуальность. Я описываю, откуда это все приходит. Вы должны изменить сердце дочери. Как нам это сделать? Это приходит из каждого из этих мест, из рекламы, из телевидения, из интернета, из моды, мира моды. И мужчины, послушайте, это война из ада против наших жен, наших дочерей, наших матерей, наших сестер. Это война родилась в аду, которая хочет принести больше всего боли, больше всего страха в сердца дочерей. И одно из стихов, мой любимый стих из Писания, в Притчах, 31 глава, кажется, 25 стих, где говорится, что благочестивая жена, она улыбается, она радуется будущему, она весело смотрит в будущее. И одна из самых больших нападок и оскорблений, оскорблений в отношении наших матерей, жен, сестер, дочерей, это оскорбление атмосферы, в которой живут наши сестры, дочери, жены, матери. Это оскорбляет, это нарушает их безопасность для того, чтобы создать страх. страх. И вы видите это в сердцах дочерей, это тенденция к страху. И одна из самых больших ролей мужа, потом благочестивого брата, сына по отношению к матери, и брата по отношению к своим сестрам, знать об этой тенденции к страху в сердце дочери. И это одна из самых важных ролей мужа по отношению к жене, что он понимает, как говорится, 1 Петра 3,7, что он живет с женой, и он понимает ее. У него есть откровение того, что приносит страх в ее жизнь, и он защищает ее, когда создает атмосферу безопасности. Это настолько важно. Поэтому эта женщина из притча 31 говорится, она весело смотрит в будущее, ее лицо, ее внешний облик из внутреннего существа, из внутреннего сердца доверия Богу и других отношений в теле Христовом, и ее первоначальные взаимоотношения все это вместе создает место безопасности, когда она свободна, потому что Небесный Отец заботится о ней, и она дочь, которой доверяют, она дочь, которая зависит от Него, которая может полагаться на Него, и в основном на своего Небесного Отца, вероятно, на своего земного Отца, если он благочестив, если он заботится о ней, или благочестивого мужа, в результате она смеется, она улыбается в будущее, весело смотрит. Это картина Невесты Христовой, Церкви, когда мир смотрит на Церковь, на Невесту, которая находится под заботой Небесного Жениха, мир смотрит на Церковь и видит красивую Невесту, которая доверяет Своему Мужу Богу, Иисусу, что Он берет нас как Невесту, и мы как Невеста Христа мы улыбаемся в будущее, смотря в будущее, Господь, наши дни в Твоих руках, Ты Благой Бог, мы доверяем Тебе, даже в трудные времена Ты верен нам, Ты проявишь свою благость тысячам поколений, и в каждой взаимоотношениях дочери она улыбается в будущее, и этот Дух Тьмы хочет разрушить доверие, хочет поместить страх в сердце дочери, хочет, чтобы она искала мужчину, чтобы найти свои ответы, чтобы перечеркнуть все те границы, которые Бог поместил вокруг ее сексуальности, создать взаимоотношения, которые будут начаты с ее сексуальности, соединиться с каким-то человеком, может быть, он не уйдет, если я удовлетворю его, если я достаточно развлеку его, или что-либо сделают, может быть, он останется, это то, какое страдание проходят многие дочери, они должны стараться как бы увлекать, увлекать, и мы говорим об этих оскорблениях женщин, одно из самых основных мест, это сфера книгопечатания, это журналы, пойдете в магазин и смотрите журналы, новая порнография, это не плейбой, это не пентхаус, это новая идеологическая порнография, это журнал Эль, или Мари Клэр, или Космополитен, это идеологическая порнография, которая говорит о сексуальности, о сексуальном реакции, и что на самом деле говорит дочери, каждой дочери, они говорят, сексуально самая важная часть, кто ты есть, не твоя личность, не то, какая личность ты является, не твой образ мышления, а как ты себя подаешь. сексуальная акробатика, сексуальная акробатика, 101 как бы поз в постели, как счастливить мужа, и почему я не смеюсь по этому поводу, поскольку много дочерей, много мужчин, они позволили этому оказать на себя влияние, в результате их жизни разрушены, браки разрушены, личность дочери разрушена, и разрушено понимание мужчинами, их настоящей мужественности, потому что происходит поклонение Богу секса. Мы сказали вам, что у нас восемь детей, однажды в одно утром у нас закончилось молоко, и мы пошли в магазин за молоком и за кашей, я был в магазине, и по какой-то причине я увидел эти журналы, я подумал, космополитен увидел я, пять тысяч способов как счастливить мужа, и еще одна статья, 26 новых горячих точек, которые найдены на человеческом теле, никогда не были найдены до этой недели, только на этой неделе найдены эти точки. Я посмотрел на этот журнал, я побежал домой с молоком, положил молоко на стол, говорю, дорогая, слушай, дорогая, это ужасно, Джим, что случилось? Дорогая, ужасно произошло что-то, Джим, что-то ограбление в магазине произошло? Нет, нет, они только нашли 26 горячих точек на человеческом теле, никогда человек об этом не знал, и мы 26 лет, дорогая, уже женаты, я думаю, что мы все опустили. Да, я думаю, кто печатает все это? И посмотрите, кто читает это? Молодые дочери, молодые студентки, молодые работающие женщины, я смотрю, как они читают эти журналы в самолетах, они читают «Космополитен», так же самое, как молодой парень рассматривает порнографию. Они не держат вот так вот, они не так держат журнал, они достают вот так вот журнал из сумки, так скручивают, смотрят по сторонам, потом читают, потом опять смотрят по сторонам, потом они опять читают, и потом вы можете почувствовать дух тьмы, который пытается достичь их сердца, и все выключает в их жизни. И он говорит им «Самая важная часть тебя, самая важная часть тебя, лучше отдайся этому духу, лучше научись как-то определенным образом ходить, говорить определенным образом, стоять определенным образом, смотреть определенным образом». отдай себя этому духу, и вот страх, либо ты будешь одна, и никакой мужчина на тебя не обратит внимания. Возьмите сердце дочери, которая хочет быть любимой, за то, что она такая личность, и вот этот страх одиночества и демоническая ложь, которая говорит, ты должна быть такой, для того, чтобы получить любовь, которую ты получишь от Бога. Это происходит из ада. Это было произведено тьмой для того, чтобы разрушить красоту сердца дочери. Я держал так много сердец дочерей, как они плакали, рыдали. Я это ненавижу. Я отцом себя чувствую, потому что дочь Божья весело смотрит в будущее, без страха. Она остается в пределах Божьих границ, она доверяет своему небесному Отцу, на самом деле доверяет Ему. И это дух культуры. У нас есть одна компания, которая производит одежду. Анкрамби называется. Это компания, которая производит одежду. Они производят особое сексуальное белье, даже для 11-летних девочек. А, и даже на их вот это белье для 11-летних, на этом такие слова сделаны. Конфеты для глаз. Конфеты для глаз. То есть, вот папируй, вот молодой человек. Поэтому эта 11-летняя девочка одевает это белье, и вот начинает уже себя отождествлять. Вот ее личность начинается. Дух говорит, вот ты такой будешь когда-то. Вот кем ты становишься. Это как печать от темноты, тьмы. Моя 11-летняя девочка, Маргарита маленькая. Моя маленькая девочка. Я хочу поговорить с вами об отцах, о силе отцов, и о личности дочери. Как Бог создал семью, чтобы защищать дочь. Что я делаю с моими дочерями? Первое — аборт. Второе — это изменение сердца дочери, женщины. Третье — это изменение роли мужчины. От роли защитника к роли хищника. Говорю ли я, что каждый мужчина хищник? Нет. Но сердце мужчины без обновляющей силы присутствия Божьего. Тенденцию имеет к этому духу, чтобы этот дух говорит «возьми». Это тенденция сердца мужчины без Христа. Поэтому пару минут я хочу говорить о мужчине. Теперь мужчины очень внимательно слушайте. Я очень серьезно отношусь к моей роли как отца. Вот три вещи, которые я делаю в отношении своих детей. В частности, я буду сосредотачиваться в отношении моих дочерей. Буду говорить о нужде сердца дочери и роли отца в то же самое время. Я разговариваю с мужчинами в различных странах. И самое великое, что вы можете сделать — это эти три вещи в отношении своих дочерей и ваших сыновей. Первое — это слова благословения. Первое — это слова благословения. Слова благословения. Это очень важно. Очень многие отцы любят своих детей. Но нам так трудно говорить слова любви им. Мы говорим такие вещи, они знают, что я их люблю. Они же видят, как я трудно работаю целый день. Они это видят. Они должны знать. Но что-то есть в сердце дочери. И что-то есть в наших женах, потому что она старшая дочь. Она создана для того, чтобы услышать своими ушами слова благословения от людей, которые важны для нее, как отец к дочери и муж к жене. И вот еще стих из Притчей. Там Притча 31.30 говорится. Послушайте этот принцип. Я учу вас о сердце дочери и о роли мужчины в то же самое время. Миловидность обманчива. Миловидность обманчива. Красота суетна. Вот что говорится. Дух миловидности. Дух соблазнения обманывает вас. Если вы будете соблазнительно действовать, Дух соблазнения обещает наполнить ваше сердце и восполнить ваши нужды. Вы будете чувствовать себя в безопасности и любимой, что вы ценны. Он вам лжет. очарование. Миловидность оставляет пустоту. Чары. Дыры. Которые никогда не заполняются. Они остаются пустыми. И дочери, когда пытаются заполнить пустоту своего сердца. Взглядами тысячи мужчин. Вниманием. Тысячи мужчин. Каждый раз проходя. Надеясь, что посмотри на меня. Может быть, моя пустота пропадет. Но она не уходит. И красота суетна. Дочь, которая красоту возводит на самое первое место в своей жизни. То это делает ее центром вселенной. Вместо того, чтобы Иисус Христос проставлялся в ее жизни. Все внимание вместо этого привлекается к ней. Она становится с таким отношением. Я и никто другой. Это дух богини. Это дух Дианы. Я и никого другого. А когда вы видите дочерей, которые поддались этому духу, то очень редко вы видите, чтобы они... Очень редко они общаются с детьми, потому что дети обычно на себя все внимание привлекают. И вы видите также этот дух... В виде духа смерти материнства, потому что она такая вся холодная, такая вся отстраненная от детей. И создают такой мир, когда они являются центром. Миловидность обманчива, она лжет, она обещает все, но ничего не дает. Красота суетна. Самовозношение. И также следующая часть. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, будет похвалена. Жена, боящаяся Бога, будет похвалена. Дочь, которая дает свою жизнь Богу и доверяет Богу, будет в похвале. Она примет соответственное внимание той дочери, которая боится... Те дочери, которые боятся Господа, примут соответственное внимание, соответственность количества любви, чести, также слов благословения. От Небесного Отца прямо. Также из тела Христова. Также из всех ее значительных взаимоотношений в жизни. Бог делает это. Я говорил о моих взаимоотношениях с моими дочерями. Как Бог создал семью? Я знаю, что это болезненная тема. Потому что многие дочери так не получили этого от своих отцов. Я это понимаю. И мы будем молиться об исцелении сегодня. Мы будем молиться об исцелении от духа молчания. Потому что... Некоторые дочери выросли в присутствии этого духа молчания, и ничего не слышали. И существует боль внутри. И это стенание внутри каждой дочери. Стенание внутри каждой женщины. Она становится на ее носочки, и она ожидает, что ее папа скажет, Моя принцесса. Моя особенная. А вместо этого папа их бьет. И сексуально к ним относятся. Они их оскорбляют. Покидают их. Они были там, но они были безмолвны, молчания. И существует боль. И Бог хочет разрушить дух боли. И прийти со своим исцелением. И открыть небеса над своей дочерью. И создать такую атмосферу, где вы простите своего папу. И отпустите это. И некоторым женщинам 40 лет, 50 лет. И даже если отцы мертвы, все равно что-то внутри их ожидает. И этого никогда нету. Нету этого. И Бог хочет прийти со своим присутствием. И чтобы это отпустить, вы это отпускаете. И Бог говорит, что я твое тождествление. У меня есть слова для тебя. Ты принцесса. У меня есть слово для тебя. Цветок. У меня есть слово для тебя. У меня есть слово для тебя. Мужчина, я говорю о роли отца. Мои девочки одеваются. У меня есть их фотографии. Они одеты, как в древние, как в прошлые времена. Видите, как они одеты? Всякая дочка наряжается. Некоторые берут одежду мамы и бабушки. Старые одежды. А некоторые девочки идут, берут кредитную карточку, идут в магазин, и там они примеряют все. Но все девочки наряжаются по одной причине. Потому что они одевают что-то красивое, и они ожидают, что кто-то скажет. Ооо, очень красиво! Очень красиво! Ой-ой-ой! Очень прекрасная! Ай-яй-яй!